Думаю, мне было 14 лет, когда у меня впервые появились мысли о самоубийстве. Я помню, что тогда был дома один, рядом со стиральной машиной, смотрел на флакон с отбеливателем и думал, «А если я выпью эту жидкость, это меня убьёт?» Я никогда не пытался покончить с собой, но у меня определённо были периоды длительной депрессии, когда у меня возникали подобные мысли. Теперь, думая о прошлом, я понимаю, что одной из причин, по которой я подумывал о самоубийстве, было ощущение того, что я оказался в ловушке. Я не чувствовал, что у меня настоящие друзья. Я тусовался в школе с теми, кто постоянно издевался надо мной. Я ненавидел своё тело, я был очень худым, и что бы я только ни делал, я никак не мог нарастить мускулы. Я всегда стеснялся того факта, что у нас никогда не было денег. Ничего не получалось. И меня просто расстраивала моя жизнь и то, как я вообще живу. И, господа, я сейчас делюсь с вами этой историей не потому, чтобы вы почувствовали ко мне жалость, а для того, чтобы вы лучше поняли свои чувства и то, как мужчины справляются с депрессией. Когда я готовился к этому видео, я провёл кое-какие исследования и нашёл кое-что интересное о чём. Насколько я знаю, никто никогда не рассказывал. Речь идёт о том, что мужчины и женщины по-разному реагируют на блокировку серотонина. Вкратце, учёные исследовали две разные группы. Мужчины и женщины, которые испытывали депрессию и преодолели её. Вещество, которое принимали люди, влияло на их мозг. Это вещество блокировало действия серотонина. Учёные исследовали реакцию людей в этой ситуации. Неудивительно, что женщины не могли контролировать свои эмоции, и они начинали рыдать о своих проблемах и вспоминать то, что произошло в их жизни много лет назад. А парни хотели действовать, что-то изменить, сбежать от этой ситуации. Смысл в том, что, когда большинство парней имеют дело с психическими проблемами, они не обращаются за помощью. Они хотят найти выход. Поэтому почти 80% суицидов, как необратимое решение временной проблемы, совершаются мужчинами. Давайте посмотрим на злоупотребление психоактивными веществами, когда приходится людям решать их проблемы. В количественном соотношении более чем в два раза мужчин, чем женщин, склонны употреблять алкоголь или какие-либо наркотические вещества, чтобы иметь возможность решить свои проблемы. Вдвое больше женщин получают диагноз депрессия, потому что они приходят за помощью. Мужчины не обращаются за помощью. Они просто умирают. Сегодня мы подробнее поговорим о психическом здоровье мужчин. Сейчас позвольте мне обобщить несколько фактов. Суицид. Каждые 20 минут какой-то парень кончает с собой. Соотношение мужчин к женщинам в пропорции 3-4 к 1. Мы, как общество, могли бы сделать больше, чтобы остановить любое самоубийство. Но в случае мужчин есть ощущение, что мы мало обращаем внимания на их проблемы. Потребление веществ. Снова соотношение мужчин к женщинам. 3-4 к 1. Парни чаще обращаются к наркотикам, алкоголю и другим веществам, чтобы просто заглушить свою боль. Давайте поговорим о постановке диагноза и посещении врача. Подавляющее большинство мужчин испытывают страх. Они не хотят куда-то идти, с кем-то разговаривать. Мужчинам не ставят диагноз «депрессия». А когда дело доходит до суицида, его редко получается предотвратить. Почему? Частично из-за воспитания. Все дело обусловлено тем, что мужчины привыкли держать себя в руках, не показывать своих чувств, мальчикам нельзя плакать и все такое прочее. Все это, безусловно, часть общей проблемы, но половина проблем возникает из-за того, что мужчинам часто ставят неправильный диагноз. Раздражительность, гнев, разочарование – все это лишь немногие проявления того, что может оказать симптомы депрессии у мужчин. Если вы посмотрите на симптомы мужчин, испытывающих депрессию, в том числе вы заметите и повышенное злоупотребление психоактивными веществами. Мужчины часто ведут себя агрессивно, раздражительно. Является ли это четким симптомом депрессии? Нет, просто вы имеете дело с парнем, который не может справиться со своими чувствами. Кроме того, куда пойти мужчине, который испытывает трудности? На самом деле, в сфере кризиса психического здоровья мужчин другая жестокая правда заключается в том, что для мужчин нет места, где они могли бы эмоционально спустить пар. В кампусах колледжа такие места есть для женщин, а для парней – не так уж и часто. Вы можете возразить, мол, безопасные места, куда мужчины могут прийти поговорить о своих проблемах, существуют. Там все могут как-то излить душу. Но если вы посмотрите на методы, которые используются в этих организациях, вы поймете, что все это предназначено больше для женщин. Вам прописывают лекарства, вы разговариваете с психотерапевтами, обсуждаете проблемы, но мужчины хотят не говорить, а действовать. Мы хотим что-то активно делать. Мы не хотим рассуждать о чем-то в кабинете врача, мы хотим предпринимать активные действия, или, понимаете, пообщаться с кем-то вместе, с кем можно что-то сделать. Именно это нам кажется правильным. Мне понравились бы сеансы у терапевта, которые занимали бы мало времени. Я не хочу тратить час или два на разговор с кем-то. Может быть, меня хватит на 15 или 20 минут. А потом мне захочется уже по факту что-то сделать. Я хочу начать решать проблему не откладывая. Другой тип терапии, на который готовы мужчины, это проводить некоторое время на свежем воздухе. Может быть, поэтому многие парни любят с рюкзаком, за плечами, отправиться в поход, пойти в лес, отправиться на кемпинг. Это тоже своего рода форма терапии, но не для всех парней такая перезагрузка, что называется, лежит на поверхности. Не всем это придет в голову. И, кстати, есть еще один вид терапии, я читал о нем, и мне она очень нравится, и я на 100% уверен, что она помогает. Так вот, это терапия музыкой. Я нахожу время для того, чтобы послушать любимую музыку. Я хожу в зал и слушаю музыку, и мне это очень нравится. Но, кроме того, я играю на пианино. Я ненавидел это занятие в детстве, но, черт возьми, сейчас очень круто иметь возможность сесть за инструмент и сыграть несколько старых песен. Кроме того, бывает приятно иметь возможность что-то построить, смастерить своими руками. Этот тип терапии подходит для многих мужчин, которые умеют работать с деревом. Каждому нужно найти то, что будет подходить именно для вас. Однако наше общество устроено не так, чтобы мужчин поддерживали и поощряли подобные занятия, чтобы справиться с проблемами. Следующая жестокая правда заключается в том, что у многих парней просто нет окружения какого-то сообщества, на которое они могли бы опереться. У них нет никого, на кого эти парни могли бы рассчитывать, с кем они могли бы поговорить по душам, когда нужна помощь. Мне лично повезло, у меня остались связи с ребятами с тех времен, когда я служил в морской пехоте. В колледже я был участником студенческого братства, парни вели себя немного экстремально, но мы отлично ладили, и я всегда могу к ним обратиться. Последние 15 лет я работал над тем, чтобы создать свое собственное сообщество, владельцев бизнесов и предпринимателей. Мы не просто говорим о каких-то делах, мы говорим и о жизни, о проблемах, о каком-то давлении, которое испытываем в жизни. Однако большинство мужчин теряют связь с колледжем, с друзьями или школьными друзьями, с теми людьми, с которыми они раньше общались, ведь многие из нас просто не умеют поддерживать такие отношения. Мы просто вступаем в долгосрочные отношения, мы заключаем брак, и нам говорят как будто, «Эй, сосредоточься на семье, другие отношения по боку». Господа, я хочу сказать вам, что прежние отношения с людьми также важны, не отказывайтесь от них. Продолжайте их развивать, потому что вы тем более будете в них нуждаться, когда станете старше. И это подводит меня к следующему пункту. По-видимому, наше культурное общество в целом как будто объявляет войну мужественности. Как будто это понятие заключает в себе что-то негативное. Когда я слышу определение «токсичная мужественность», я думаю, они никогда не задумывались, а что такое настоящая мужественность. Многие используют это понятие, потому что они объявили мужественности войну. Реальность такова, что если вы посмотрите на мужественного мужчину в таком классическом образе, то каким он предстанет? Он окажется сильным, смелым, независимым лидером. И каким образом при этом он будет токсичным? Я бы описал такого персонажа как оскорбляющего других, самоуверенного, безрассудного диктатора. И эти качества не имеют ничего общего с мужественностью. Я даже не буду притворяться, что могу говорить на эту тему так же, как Брэд Маккей или Джордан Питерсон. Но я лично чувствую, что общество каким-то образом объявило мужественность как нечто негативное, и это является большой ошибкой. Мужественность и мужественные мужчины чрезвычайно важны для женщин, для других мужчин и для всего мира в целом. Следующая жестокая правда заключается в том, что мужчины, по сути, невероятно одиноки. Многие думают, а эти примитивные парни, они хотят просто секса, им нужны женщины. Это неправда. Многие парни хотят кого-то полюбить, о ком-то заботиться. Им не хватает любви, объятий. Все эти проявления любви годами проходят мимо них. Я знаю, вы, ребята, многие испытываете проблемы в этом плане. И я осознаю, что мне очень повезло, у меня есть любимая женщина. Мы построили семью и отношения. И знаете, нам понадобилось 20 лет, чтобы построить то, что мы имеем сейчас. Многие мужчины хотят найти родственную душу, какую-то компанию. И хорошая новость в том, что вы можете уже делать шаги в этом направлении. Может быть, все будет не так, как вы хотите, или надеетесь. Может быть, все будет не так, как хотят ваши родители. Все вообще может быть не так, как вы себе представляете. Но вы уже можете начать что-то делать. Например, вступить в клуб. Сейчас на улице Мороса мне пару раз пришлось останавливать съемку этого видео, потому что мимо проносились снегоходы. Снегоходные клубы довольно забавная штука, особенно когда эти ребята собираются вместе. Но они отлично ладят друг с другом. Еще кое-что безумное, чем занимаются люди здесь, в Висконсине, развлекаются керлингом. Я до сих пор вообще не понимаю, что это за хобби такое, но многим людям оно нравится. Можно попробовать беговые лыжи. Если вы любите риск, для вас подойдут горные лыжи. А еще интереснее, передвигаться на бревнах. Группа любителей по средам собираются около моего водоема. Выглядело это забавно, и я привлек к этому занятию детей. Или, может, вы можете других чему-то поучить. Может быть, вы бывшие рестлеры или футболисты. Свяжитесь с вашими местными клубами и командами. Да, вам придется пройти проверку ваших биографических данных, но я знаю, что в маленьких городках США не хватает тренеров особенно. В средней школе или начальной школе. Родители многих детей просто слишком заняты. Я понимаю, может, у вас нет своих детей, но вы можете строить отношения с другими людьми, просто общаясь и делая что-то полезное. Или вы можете присмотреться к аквапонике. Я был на одной ферме не так давно, и это произвело на меня большое впечатление. Все было круто. Растения кормят рыб, рыбы кормят растения. Вся эта система – это что-то невероятное. И все в очень маленьком масштабе. Представьте себе, вы начинаете вникать в детали, вы можете делиться информацией с другими и создать комьюнити. Представьте, что вы собрали вокруг себя группу людей, которые обожают аквапонику. Ваша деятельность спасает планету, окружающую среду. Вы делаете полезное дело и спасаете себя самого. Если вы одиноки, знайте, вы не одиноки в этом мире. Вы просто должны шаг за шагом совершать действия. Просто делайте шаги навстречу другим одиноким людям, которые… И вы удивитесь, сколько людей с радостью откликнется на ваши действия. Следующая жестокая правда заключается в том, что СМИ никак нам не помогают. Может и есть некоторые преимущества, но в целом соцсети негативно относятся к большинству парней. Я рекомендую вам удалять приложения. Если вы не можете этого сделать, не залезайте в них часто. Найдите способ меньше времени тратить на телефоны, больше времени общайтесь с людьми вживую. Вы, наверное, слышали это и раньше, но если вы не платите за продукт, скорее всего, вы и являетесь этим продуктом. Если мы говорим о Фейсбуке, Инстаграме, Твиттере… Все эти соцсети пытаются заинтересовать вас информацией, чтобы вы постоянно ее потребляли, чтобы вы испытывали зависимость, чтобы собрать у вас информацию. Вы можете читать разные истории на Reddit. Я знаю, я сам пользовался приложением Reddit какое-то время, и мне пришлось избавиться от него, потому что там все было нереально. Одни неприятные факты, то, что расстраивает. Одни крайности. Reddit подпитывает крайности. Люди там не делятся ничем хорошим или чем-то обычным, как они провели время с друзьями. Ничего хорошего, потому что это не вызывает ажиотаж. Если вы хотите хайпа, какой-то реакции, лайков, комментариев, значит, надо написать что-то шокирующее, что расстраивает, что будоражит и беспокоит. И что нас беспокоит? Не знаю, что это для вас, но когда я вижу нечто, с чем категорически не согласен, я просто обязан тут же доказать этому человеку, которого не знаю, и которому он на меня наплевать, что он не прав. И это происходит каждый раз, когда я вижу негативный комментарий. Именно поэтому я не просматриваю комменты на Ютюбе, потому что там может быть какая-то гадость. Мы всегда переживаем, волнуемся, когда видим что-то, что подтверждает то, во что мы верим. И Reddit, как и другие такие платформы социальных сетей, заставляют нас вовлекаться, участвовать. Ведь мы тратим время на этих платформах, а в это время на нас зарабатывают деньги. Следующие два факта – это виртуальная работа и то, как мы реагируем, когда теряем работу. Итак, во-первых, виртуальная работа. При отсутствии общения с другими людьми многое безличивается. Если у вас есть люди, которые на вас работают, а у меня есть команда, например, то, знаете, я обнаружил, что каждый раз, когда не встречаюсь с подрядчиком, который работает на меня, и я не вижу человека, который создает для меня веб-сайт или что-то в подобном роде, я не думаю о нем, как о человеке. Я неплохой человек, я не пренебрегаю другими, но я заметил, что я не отношусь к другим людям, которые на другом конце света работают над моим проектом, так же, как если бы мы работали в одном кабинете бок о бок. При этом я прекрасно понимаю, что эти люди отлично работают, и я бы не смог создать компанию, если бы не умел работать с людьми на Филиппинах, в Украине, Чехии, Хорватии, Англии, в разных местах. Многие люди работают вместе со мной в моих компаниях. Но во многих ситуациях, особенно если работа черновая или какая-то виртуальная деятельность, например, встреча в Zoom, видеозвонки, и все это оказывается обезличенным. Иногда кажется, что с людьми обращаются как с винтиками в системе. И я знаю, что это может произойти при личном контакте, но я чувствую, я определенно чувствую, что виртуальная работа вышла на совершенно другой уровень. Вы согласны или не согласны? Мне было бы интересно узнать ваше мнение из комментариев. А теперь давайте поговорим о том, что происходит, когда мужчину увольняют. Есть целое исследование, в котором рассказывается, что мужчина и женщина в такой ситуации реагируют совершенно по-разному. Но это спорный вопрос, потому что есть еще исследования, которые это оспаривают. В общем, думаю, всем понятно, что когда человек теряет работу, я наблюдал это у многих своих друзей, так вот, когда они теряли работу в 40 с небольшим, они теряли смысл. Они теряли смысл, направление, потому что для многих из них то, кем мы являемся, определяется нашей деятельностью. Правильно или неправильно. Но смысл нашего существования мы определяем по нашей карьере, нашей работе, нашей способностью работать хорошо. И если человек теряет работу, если его увольняют, если его работу заменяют технологии, у этого человека как будто выбивают почву из-под ног. Я знаю, что у многих из вас есть друзья, с которыми это произошло. И это очень серьезно, потому что многие мужчины не могут от этого оправиться. И как владелец бизнеса, могу сказать, я не исключение, потому что, если мой бизнес потерпит крах, даже если его продать, да, можно получить деньги, но я знаю много владельцев бизнеса, которые после продажи своего бизнеса впали в депрессию, потому что они не понимали, что им делать со своей жизнью. Да, у них были деньги, но они не знали, что с ними делать. Звучит для многих не очень убедительно, может быть, понимаю, но психическое здоровье очень важная вещь для всех, и вы, ребята, должны заботиться о себе. Так а как насчет свиданий? Что ж, многие парни были вне игры какое-то время, и они могут сказать, просто пойдите куда-нибудь, чтобы пообщаться с женщинами. Но не все так просто. На самом деле я провел некоторые исследования, которые показывают, почему парни перестали ходить на свидания. И об этом я рассказываю в этом видео, прямо здесь. Проходите по ссылке и смотрите видео, я подробно все рассказываю. Увидимся в следующем видео. Берегите себя, ребята.